Чтобы стать философом, надо совсем немного. Или мало зарабатывать, или неудачно жениться. 11 декабря 2015 года, 17 часов 19 минут по Торонцкого времени и в эфире 476 подкаст от Канского Вся и компании. Зимы и неба не будет. Зимы и неба не будет. Пойдем говорить о чем-нибудь. Ну, а вы там уже присоединяйтесь понемножечку к обсуждению в комментариях. Так, вводного ничего нету. Никто ничего не сделал. Ничего не было допилено, склеено, прибито. Вот, так что можно просто перейти к секции о себе любимом, рассказать о том, как прошла неделя, а потом двинуть к научной фантастике помаленьку. Ну, передаем микрофон тебе. А мне так же это самое, кисло начинайте ты. Может, немножко повеселее. А, да, о мне любимом. А что у меня случилось? Ты же понял, что? Я тоже не совсем знаю. Ну, да, я перешел в Женин проект, как я уже сказал. Там немножко потрудился, изучая его проект. Ну, а так в остальном, у меня, ты знаешь, на самом деле ничего не было, по-моему, на выходных. Заключаем, в пятницу я пошел нажрался с этим, с ябуром джио и так далее. Но, как обычно, я вовремя, в смысле, как последние несколько раз получалось, я вовремя оттуда смотался. Вот, поэтому было очень хорошо. А не потом, я как раз уже дверь закрывал там, в этот, в дом джио, там он уже начал спаривание с одним из чудиков. Какое спаривание? Ну, поля, да, я тебя положу. А, подожди, ты с джио пошел? А? Там джио был? Да. А, а ты его про тормоза не спросил. Я так подумал, что к тому времени, как я туда появился, он уже был хорошенький, поэтому, я думаю, трезвого ответа я бы от него по-любому не получил. Лучше больную тему не трогать. Тем более, что, да, я все жду, пока это самое, на Амазоне будет распродажка, вот. Вот, я там нашел полностью все эти задние тормоза, а я их могу купить где-то баксов за 80 полностью. Все тормоза, в смысле полностью, калибр, все, 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 все новое. А в магазине оно, по-моему, больше 100 долларов стоит. По-моему, мне говорили где-то там 150 или еще что-то в этом духе. Вот, а на Амазоне сейчас я могу за 80, я жду, пока там цена ниже 50 упадет. Ну, потому что передний можно точно я могу взять за 42 доллара. Типа, знаешь, зачем там ремонтировать какие-то болтики, еще чего-то, если можно полностью этот хеллипер заменить за 40 баксов. Я еще подожду. Кстати, передний пассажирский, если еще будет все-таки на нервы действовать, если там еще что-то не так будет, то действительно можно будет просто взять новый, заказать, что там, два дня доставка. Amazon Prime. Да, не говори как. Кстати сказать, продается Амазону, не каким-то магазином через Амазон. О-о-о. Ага. Это интересно. Я что-то не офигел там. Ну, ладно. Вот, а другие задние тормоза, к сожалению, продаются какими-то там третьими лицами. В смысле, там у них есть бесплатная доставка, все такое. Короче, у двух из трех есть бесплатная доставка. Но все равно там еще, как бы, стоимость не очень. Там они что-то говорят, что оригинальная стоимость там, ой, блин, что-то 170, что ли, долларов или еще что-то в этом духе. Вот. Так что, да. Угу. Вот. Оригинальная лист прайс 200 долларов. Это на задние, допустим, задние правые, вот. А сейчас 76 долларов. Вот. Но у них пока что нет. Я хочу сразу пару взять, вот, но у них пока что нет. И я хочу подождать, пока цена упадет. Ну, хотя бы до 50. Да нет, так тебе скидку с 200 долларов дают. Не будь жадным. Слушай, она начиналась с 200 долларов. Да, но если мы говорим про задние тормоза, мне надо и, знаешь, и правые, и левые. Ха-ха! Давайте мне правые, и левые за 76 долларов продадите. Не, ну, как бы, знаешь, сразу пару брать, а то, чё. Я даже согласен на 80. Ну, 80 я подумаю. Вот. А передние, вон, смотри, да. Лист прайс 125 долларов. Сейчас за 46. Ля-ля-ля-ля. Я, конечно, понимаю, что передние они гораздо проще. Там, этот, как называют, и брейка нет. Так что, ручитка. Вот, так что, да, ничего не должно, знаешь. Вот, вот к этому бы еще эти, знаешь, пластинки, которые держат, эти, брейкпадс, как они там? Тормозные колодки. Да, колодки. Держат, чтобы они не шатались. Там специальные есть пластиночки, да, чтобы они не дребезжали, ничего там. Клеем, Вань, клеем. Не, не, просто отдельно наборчик, он там 12 долларов будет стоить. Вот, как-то все равно получается, знаешь, если все вместе сложить. 58 долларов. Вот когда вот здесь вот будет вложено, тогда я передний возьму. А можно еще вот это и с колесами, да? И остальную машину, и все за 50 долларов, да? Когда такое будет, я не знаю. А, нету? Ну, ничего, будем искать. У вас есть такие же, но только с первомутровыми пуговицами, да? Нету, будем искать. Ну да. Ну так, в принципе, я некоторое время поглядывал на все эти запчасти, и ты знаешь, со временем все цена падает, и падает, и падает, и падает. Мне очень нравится. Что такое? Не туда сел. На самом деле, я заметил, что вообще на все цена понемногу падает, кроме еды. Да. Это единственный продукт, на который цена растет с каждым годом. Все остальное падает. Ага. Да. Ну что, еще что? А, да, знаешь, не особо чего нет. Еще уходил на работу программерно. Хе-хе. А, ну, то, что у меня там все сейчас очень даже хорошо работает на моем маке, то скоро вообще не буду таскать этот кирпич с собой под названием Lenovo. Оставлю его дома, может, там какой-нибудь сервак буду на нем гонять. Как бы возвращать я его совсем не хочу. Ваня Глупаков рад, что у него проект на маке работает. Не, ну, в этом, как называют, на формах, там, конечно, надо было использовать, там, Adobe Pro, там, всякое другое говно, которое только на Windows. Вот. В принципе, Adobe Pro есть для мака, но я не могу использовать ту же самую лицензию. Ага. Да. Adobe вообще, блин, со своей лицензией они, блин... Вот, видишь? Вот это вот, видишь? Вот, вот, вот здесь вот. Вот эти вот штучки. Вот я хочу с этими штучками, да? Ну, как раз 80 долларов. Ну, это задний. Да, обидно. Вот, так что... Ваня, как вы можете догадаться, делает из своей машины болид. Пока что тормозной. Чувак, разогнаться любой дурак может. А вот попробуй затормози потом. Вовремя. Да. Вовремя. Чтобы не оказаться на заднем сидении другой машины. Чисто теоретически в твоем случае ты не окажешься на сидении другой машины. Ты перед ней окажешься. Ты под ней окажешься. Не, 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 чувак. Не. Не будет. Не, ну, ты знаешь, после того, как они сменили все-таки эти передние... Свойбар линкс. Довольно-таки неплохо держат дорогу. Мне очень понравилось. Ты не поверишь, но после того, как тебе еще поменяют тормоза, это еще будет лучше тормозить. Ну, учитывая то, что сейчас задние тормоза работают процентов на 20 в лучшем случае. А когда ты поставишь сиди этот, новые колеса, она еще будет быстрее поворачивать в повороте, быстрее повороты проходить. Да. Не, ну, это всегда, знаешь, вопрос, как бы, знаешь, они же те не говорят, что... Чувак, мне и так, блин, последняя сигарета. Вообще или в этой пачке? Вообще. Обидно? Столько, столько сигары. Отлично. Сигары и дыз. Ага. Вот. Как замечательно. Нет, просто, знаешь, всегда вопрос стоит, как бы, да, я понимаю, что, если, знаешь, поставишь новые колеса, то машина будет лучше держать дорогу. Но насколько лучше? Это будет заметно лучше, нет, заметно лучше? Да, это будет заметно лучше. Или вообще небо и земля лучше? Это будет заметно лучше. То же самое, типа, с этими, то, что, с Weiber Links. Знаешь, как бы, я, конечно, знал, что она в повороте себя лучше держать будет. Но, как бы... Намного лучше. Для меня разница небо и земля. Раньше я по внешней поворачивал, сейчас я по внутренней. Раз ты поменял определение, то тогда будет небо и земля. Ну, конечно, зависит, какие ты колес поставишь. Если ты поставишь с того же Канэддиэн Тайра колеса, то земли и неба не будет. Ну, нет, я думаю, я Мишлин все-таки поставлю. Как бы... Они, конечно, дорогие, блин, до ужаса. Ну, ладно. Ваня, ты теперь богатый. Откуда я богатый? Сколько пор я стал богатый? Жень, елки зеленые. Не знаю, Мишлин ставим, что такое. Ну, да, я уже третий месяц. В принципе, да. Хорошая идея. Покупай Мишлин, Вань. Через два года, когда ты эту машину... То я у тебя красок куплю по дешевке. Покупай Мишлин. Я подумал, и теперь я являюсь заинтересованным лицом. Хорошо. Абсолютно. Покупай Мишлин. Замечательно. Я только с начала 15-го ничего диска возьму. Замечательно. Можешь меня прямо с дисками продать. По дешевке. Покупай. У меня влезает. Серьезно? Да. У меня на машину 15-го влезает. У тебя 100 миллиметров расстояние между болтами. Скорее всего, это же все японско-китайское. Ну, одно и то же. Я тоже так думал. Отлично. Через два года у меня будут литые диски с Мишлин резиной. Так, надо записать в календарь. Да-да-да. Подготовиться. А потом выяснится, что они не подходят. Ну, там 8 миллиметров разница. Подумаешь. Тогда я их просто переставлю на другие диски и все. По такому поводу, может быть, уже и диски купить. Ну да. Стальные. Так что потихоньку тестирую свою машину в поворотах. Да. Вообще ничего. Довожу ее до ума. Так что все идет по плану. Все хорошо. И все идет. Да. Ну, у меня все. Все. Ладно. Так. На прошедшей неделе я создал рабочее место для снайпера. Я тут этот, как это, во вторник, подожди, сегодня среда. Нет, подожди, тогда в понедельник. Или не помню, в последних дней. Я с женой распрощался пораньше. Думаю, сейчас я спокойно сяду. Сяду, попишу, позанимаюсь своим, поработаю. Вот. И мне брат позвонил. Типа, как дела? Тра-ля-ля. Хе-хе-хе. Ненадолго. Где-то тогда два с половиной часа. Или два часа. Ну, два-два с половиной часа. Женя, он за рулем, ему скучно. Нет, другой брат позвонил. А. Он что, тоже за рулем был? Нет, он не за рулем. Он, походу, дом был. Ему просто скучно. Нет, ему нужен был веб-сайт. Вот. Он меня расспрашивал про всякие вопросы. Как сделать сайт? Что там нужно? Что такое CSS? Но он... Лоу. Ну, он не компьютерный человек, поэтому... Не, ну, чувак, ну... Сейчас я быстренько выучу, что такое CSS. И быстренько сам состряплый, да? Это же легко. Нет, он не собирался стряпать. Я думаю, изначально он хотел меня попросить сделать сайт, но я не специалист по CSS. Вот. Поэтому я его перенаправил к снайперу. Потому что они специализируются в таких делах. По крайней мере, то, что он мне описал, я такой подумал. Снайпер стопудово, блин, за пять долларов слепит прямо в два счета. А, ну... Теперь осталось только выяснить, кто кому написал и до кого что дошло. Вот. Так что создавите. Этот подкаст создает рабочие места. Вот. А получил на прошедшей неделе, по-моему, в четверг, под конец дня, получил новый лаптоп. Или старый лаптоп. Старый, новый лаптоп. Ну, короче говоря, теперь у меня другой лаптоп. Вот. Я уже написал статейку о нем. И Владимир проверил. Большое спасибо Владимиру. Хотя, подожди, он меня просил... Ему спасибо не говорить. Я тебе не говорил спасибо. Вот. Забудь. Проехали. Так что выложил на сайте. Кому интересно, можете прочитать. Там ревью не совсем про лаптоп. Вот. Я решил сделать какую-нибудь гизмото-джалопник-стайл статью, где... С броским названием. Почему я купил трехлетний лаптоп? Вот. Ну, и написал вот такую статью. Почему же я купил трехлетний лаптоп? Как вы можете слышать? Или не слышать. Или не слышать, да. Больше не жужжит. Потому что лаптоп, как вы понимаете, больше не греется. Ну, в принципе, у меня предыдущий перестал греться. Но после этого, буквально через неделю, так же монитор перестал работать. Вот. Это как бы уже последствия. Ну да. Вот видишь. Да. Монитора не хватило, блин, тепла. Вот. Я также получил 16 гектара крушу памяти, которую я успешно проинсталлировал. В статье, кстати, совсем забыл упомянуть. Но я что-то об этом посомневался. Стоит ли об этом вообще говорить или не стоит? Потому что я все-таки сосредотачивался на том факте, что я купил трехлетний лаптоп, а не, значит, почему конструкция Unibody от Apple самая лучшая конструкция для лаптопов вообще? Вот. Хотя, может быть, и эту статью стоит написать. Но она будет, наверное, короткая. Потому что 12 болтов. Вот. Но как бы копаться в этом лаптопе по сравнению с предыдущими лаптопами. А я копался с двумя предыдущими Apple лаптопами. Один был этот G4. Еще то, что есть, кто помнит, называлось iBook. У них тогда еще не было такого Macbook. Да, это было iBook. Вот. И потом еще копался, соответственно, с Macbook'ами. Но это не считается, потому что там у меня их три. Я со всеми тремя копался. Но они этот, все одной модели. Поэтому не считается, как бы. Все можно в одну вложить. Вот. И то было ад на земле. Тут раскрутить, там открутить. Тут раскрутить, там раскрутить. Здесь этот выломай. Все. Разобрали. Вот. Здесь с Unipoddy дизайном просто потрясающе. Переворачиваете лаптоп. Выкручиваете 12 болтов. И меняете, что хотите. Батарею, хард драйв, память, материнскую плату. Все. Все открыто. Все для вас. Лейте Coca-Cola. Закрывайте герметиком. Вот. Great success. Так что я поменял быстренько. По-моему, первый день, когда я получил новый лаптоп, я быстро сменил SSD. Вот. И, кстати, если кого-либо когда-либо интересовало, если вы возьмете хард драйв с операционной системой с одной машины, типа MacBook'а, а потом перенесите его в MacBook Pro, который, естественно, может подсоединить этот хард драйв, что новые не могут, то система будет работать. Без каких-либо дополнительных инсталляций, без каких-либо дополнительных дров, без предупреждения у вас мать сменилась, поэтому заново введите, пожалуйста, какой-то код, активируйте ваш Windows и все остальное. Все просто вот работает. Ну да. Ну как, он там проверяет? Подожди, я на майке работаю? На майке. Ну, все, хоккей. Проблем. Да. И я, короче говоря, просто поменял. Первые несколько дней работал на 4 гектарах памяти. На большое удивление, на очень большое удивление, работало все очень-очень хорошо. У меня еще на большое тоже мое личное удивление, а еще Activity, то есть монитор, да, там программа, которая показывает, сколько у вас памяти, она еще говорила, что у меня есть свободная память с 4 гектарами. Вот, а теперь я с Амазона купил, крушил память, все остальное, тролли-вали, вот, поменял. Сейчас у меня на лаптопе занято памяти 13 гигабайт из 16. Я не знаю, как он работал, да, я чего, на 4. Ну, как, он смотрит 4 гигабайта, да? Ну, я там 3 загребу под себя, да? Ничего, да, окей. После изначальной загрузки, ну, у меня загружаются, правда, еще iTunes, шмайтюнс, там, всякое такое, мелкие, он мне фактически сразу отгребал 5 гектар. Просто сразу, ну, я загрузился. На всякий случай. Да. Вот, и потом, как я стал более активно его использовать, он все больше, больше, вот, все 13 гигабайт, вот, пожалуйста. Вот, так что, теперь я жду и надеюсь, походу совсем недавно вышли новые планки памяти, которые вставляются в этот лаптоп, и каждая планка по 16 гигабайт, и того я могу вставить, чисто теоретически, 32 гигабайта. Пока что никто еще не опробовал, а я первым быть не хочу. Крушелл отмазывается трусами, что ничего подобного, это память в твоем лаптопе работать не будет. Доказательство на Амазоне под моим аккаунтом. Вот, можете поискать эту крушелл память на Амазоне, я там спрашиваю этот вопрос. Вот, и, короче говоря, я жду добровольца, который себе закажет эту память, купит, вставит, он не будет работать, и в итоге он или будет работать, чем он выставит. Потому что тогда был бы полный улет, потому что я тогда потрачу 300 баксов, вот я, меня, конечно, жабра на все душит, но я потрачу 300 баксов, я вставлю 32 гигабайта, и потом обязательно, куда я буду идти, вот, какой-нибудь там крутяшные круги, да, где там люди с маками новыми, я буду приходить и говорить, а сколько у вас памяти? Вот. И просто буду издеваться. А у меня трехлетний 32. Поэтому я жду. О, что вы не можете проугредить? Да. Apple еще не дает 32 гектара памяти, как обидно. А у меня уже. Вот. Так что, в принципе, компьютером я доволен. Единственный момент по поводу компьютера, я думаю, и это уже такое, процессора вполне хватает, я не жалуюсь на процессор, просто, скажем так, я играл там в грульку, и мне было бы более приятно, если бы там, не знаю, стояло что-нибудь более мощное. Вот. Также я хотел бы еще 4 кора, но по большому счету, конечно, процессор положить. Но было бы приятно, если бы было. Я посмотрю, я еще не трогал Java на этом компьютере, но я посмотрю, потом поэкспериментирую, посмотрю, как она будет работать. Ну, в принципе, для меня было, самое большое, это было hard drive и память, потому что даже если у вас быстрый процессор, да, у нас там этот чувак на работе, Брэд, сидит, у него быстрый процессор, но 8 гектар памяти, когда он поднимает много Java виртуальных машин, да, то он начинается и-и-и-и-и-и, вот. Так что там уже с процессором как бы меньше, чем просто тупо с памятью. Вот, ну, я получил то, что хотел. Вот. Теперь, кстати, не отходя далеко от компьютера, я, наверное, посвящу некоторое время перестановке системы, потому что что-то у меня система... Я ее давно хотел переставить, даже еще на старом лук-топе, потому что мне кажется, что она чуть-чуть подглюкивала. И я думаю, я этим займусь, наверное, я на этих выходных. Хотя, нет, не на этих выходных. Шняга в том, что я, наверное, буду покупать себе новый SSD. Хотя моя жена, она сказала... Такая ситуация с моей женой. У нее компьютер 7-летний. Мак-бук. Такой же, как у меня, только на пару лет старше. Вот. И, в принципе, у нее он уже на одной ноге. Я это уже прекрасно вижу. И нужно было ей... Одной ногой Магели. Да. И пока она совсем не умер, надо его продать потихонечку. Но она уже, как бы, она не говорит, что ей нужен. Ну, то есть, я ее туда подталкиваю. Я говорю, тебе нужен. Тебе, наверное, нужен-то, 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 нужен-то. Короче, когда наконец-то она согласилась, что и действительно, после того, как она еще увидела мой лук-топ, она подумала, что нужен. Раз ты можешь его купить всего за 820 долларов, то давай вперед. Окей. Она так прикинул и говорю, дорогая, можешь тебе купить что-то получше? Она говорит, нет. Я говорю, смотри, ты много с собой лук-топ возишь, тебе надо что-то полегче. У тебя, может, спина болит, все остальное у нее периодически бывает. Я говорю, тебе надо что-то полегче. Этот компьютер всего на полкилограмма легче ее. Вот. Она такая, нет. Короче говоря, я подумал, что нужно показать наглядный пример. Ага, да, ты что-то притащил. Да, пошел к Ване, взял его лук-топ, вернулся. Вот, показал, показал жене. Она его взвесила, такой, о, действительно, намного легче, все такое. Короче говоря, я ее все выходные уговаривал. Вот. И в итоге она такая, ну ладно, давай новый макбук или там новый. Может, она у тебя, ее еще и уговаривать надо, чтобы новый вот тот купил. Да. Такая вот. И, короче говоря, я ее, походу, на выходных уговорил. На тот момент, пока она не уехала. Когда она уехала, она прислала смс. Купи мне такой же, как у тебя. Вот. Я говорю, ну смотри, там плюс, плюс SSD, плюс память у тебя получится. В принципе, ты можешь купить новый, ну, близко к новому, современному. Вот. А так подумал, она сказала, мне не покупай SSD диск, мне не нужна память, все такое. Вот. Ну, я так подумал, в принципе, ну, раз ей не нужна, возможно, мне нужно. Поэтому я решил. Ну, не, на самом деле ей SSD нафиг не стереть. Ну, это да. Вот. На самом деле. Вот. А так? Да, фиг ли. Ну, не знаю, меня, короче говоря, подначивают купить новый терабайт на SSD. Себе поставить, а жене отдать мой SSD. В принципе, не знаю. В общем, я по этому поводу все еще думаю и пережевываю это дело. Может, там момент, как это все пережуется, чем-нибудь всплывет. Кто знает. Вот. Ну, короче говоря, я в раздумьях. Может, что-нибудь посоветуйте. Можете помочь материально. Тогда у меня будут деньги, чтобы купить SSD. А вот. Так что, ждем ваших отзывов в материальной форме. Что у меня еще произошло? О! На прошлой неделе я покатался на бумере. 1999 года кабриолет. Такая махина двухдверная с четырьмя сидениями, складывающаяся крышей на моторчике. Только моторчик не работал. А также еще моторчик не работал в двери. И поэтому стекло не опускалось. Переднее. Потому что там еще задние стекла. Вот. Но, короче говоря, покатался немного. Там собирались этот бумер. На нем всего 150 тысяч километров. Собирались его там за 4,5-5 тысяч продавать. Вот. И, скажем так, я получил первую возможность. Надо поставить, предложить деньгу. Поэтому я поехал кататься на этом бумере. Я скажу одно, что огромная разница между старым бумером и новым бумером. А новый бумер, он действительно, он больше такой luxurious, да? Как такая вот, как это, luxury car. Как это будет по-русски? Люксовая. Да, более люксовая. Вот. Там и... Кто-то мне звонит, непонятно откуда. Вот. Там, там, там более все такое шикарное. Такой, такой, коробка такая, типа джойстика. Там, там, там вот... Ах. Здесь, в старом бумере, он больше отдает все-таки вот этим... Там, там все равно, кстати, очень приятно ехать. Там, там все так... Ах, хорошо! И... Спортивно! Вот. Но больше чувствуется, когда передача, больше чувствуется механика. Вот. Так хорошо. Отличная машина. Вот. По-моему, это третья серия. Не помню номер. По-моему, 3, 2, 8 или что-то в этом роде. Вот. Но, да, я на нее покатался немного. Честно скажу, начинаешь удовольствие на этой машине получать после 80 км в час. Вот. Но, интересно. Она тяжелая. Я всегда... Я не знаю. Я всегда думал, что бумеры более легкие. Ну, по меньшей мере, старые бумеры. Вот. Она тяжелая. И это очень в поворотах чувствуется. Просто вот чувствуется тяжесть, что вот машина... Не то, чтобы ее там заносит. Не... Я не так быстро ездил. Но вот чувствуется, что она такая более тяжелая. Такая более массивная. Такая... О, я, блин, еду. Вот. Но... Приятная машина. Приятная. Вот. Но вот из-за тяжести это больше всего, что меня отвернуло. И вот чувствовать тяжести в автомобиле. Хотя, может быть, я поменяю свое мнение, когда прокачуешь еще на чем-нибудь. Вот. Но вот все-таки масса автомобиля, она очень сильно влияет на ощущения. Да. Вот. Поэтому... Для меня это был огромный шок, когда я прокатился на Басином линкольне. Опять... О, елки зеленые. Ты знаешь, тормозить надо, блин, за полкилометра до светофора. Потому что... Тормоза не работают. Не-не, тормоза работают. Там просто, блин, знаешь, две так с половиной тонны сверху. Того, что... Того, что у меня сейчас есть. Вот. И как бы разгоняется она неплохо. Вот. Ну, как бы все-таки там, что, восьмицилиндровый, там, пять с лишним литров, что-то может быть, или еще чего-то там, да? Там шесть литров. Еще что-то в этом духе. Вот. Ну, разгоняется неплохо. Ты знаешь, очень даже неплохо. На самом деле, этот, как бы, в низкоскоростных этих местах, там, очень тяжело ехать спидлимит. Очень. А, походу, тебе тут же звонят, Вань. Мне только что тут звонили. И твой, и мой номер? Это очень интересно. Бауллос НД. А, Баулл Бауллос. Что такое НД? Не знаю, можешь ответить. Посмотреть, что там. Алло. Алло. О, между сторон. Что-то у нас тревожишь во время подкаста. Я уже думал, блин, повесить руку, чтобы не тревожили. Кто мне тут звонит во время подкаста, что-то такое, да? Ну, правильно, он же подкаст пишет. Да. Миша приехал пить. К нам. Ага. Ну, короче говоря, да. Не знаю, это у меня проблема вот в чем. Я, кстати, заходя, раз уж мы говорим о всяких бумерах и тому подобное, да, я забегу немножечко, забегу совсем чуть-чуть вперед. Вот. Я работаю над статьей про миатум. Я обещал, что она появится. Поэтому я над ней работаю. Он все еще работает, так что. Ну, да. Я решил попробовать другой стиль исполнения, который не знаю, чему соответствует. Откуда у меня эта идея пришла? Ну, в общем, да. Мне надо... Я застрял на части негатива, которую я пытаюсь как-то конструктивно разложить на части. Вот. И пока что он... Какой ты негативный, блин. Ну, абсолютно. Потому что, да, там как бы... Там обширное поле, которое нужно развить. Конечно. Особенно в негативную сторону. Да. Вот. И поэтому я пока что на ней застрял. И как бы туда-сюда пытаюсь сообразить, как это все дело, все эти мысли собрать. Вот. И по сравнению просто... Мята очень легкая. Она по сравнению очень легкая. Просто совсем легкая. Вот. А бумер он такой. Но когда из поворота выходишь и топишь газ, он просто... Как пошла! Там... Там только... Там, блин, я не знаю. Пугает. Пугает. Если, скажем так, если мята это до грани пугания, да, ускорения, то бумер это уже на грани. В особенности, когда из поворота выходишь, вот, еще до конца не выровнялся, но уже топишь газ. Она уже... Бумер уже начинает пугать. Так что, да. Но то же самое время вот из-за массы... Наверное, из-за массы, я не знаю. Мерцы чувствуешь, блин, Жень, ну, елки зеленые, я тебе говорю, я вот... На этом... На Линкольн то же самое, блин. Только на газ чуть-чуть, чуть-чуть, блин, нажал, у тебя... Ты чувствуешь, как вся эта, блин, махина полетела, блин, этот паровоз нафиг. Но потом, когда смотришь вперед, и как там какой-то идиот резко по тормозам стукнул, ты думаешь, ну, все. А на этом идиот, блин. Не жди его, мама. Да, блин, сейчас улетит нафиг. Ну, как, перед тобой, знаешь, там, по меньшей мере, там, полтонный, блин, движок, если не вся тонна. Вот. И когда этот движок влетит на такой скорости в ту машинку, которая затормозила... Мораль и история, не подрезайте Линкольн. Они даже, если захотят, не остановятся. Во-во. Вот. И, в принципе, это создает огромную дилемму. Лично для меня, я знаю, не все наши слушатели проживают в Канаде, вот, но в Канаде проблематично, лично для меня, вот этот вот скоростной момент, что когда ты только начаешь получать удовольствие в машине, да, 80 км в час, это уже нелегально. Вот. И это представляет большую проблему. Поэтому я так прокатился и сказал спасибо, но нет уж. Поэтому, ну, посмотрим. Я все еще принимаю в сторону МИАТы, но чисто вот в этом аспекте. Ну, кстати, на прошедшей неделе вышли новости, что Тойота, возможно, выпустит новый маленькую-маленькую такую... Вот. И она будет размеры как раз смятой, и идут большие спекуляции, ходят, что все, в следующем году я не буду выпускать, там, в какой-то низкой цене. Да, вообще она похожа на трансформер. Угу. Они собираются реанимировать, по-моему, там, Тойоту 800, по-моему, там, с 80-х, не, что-то такое, с 80-х, я не помню. С 70-х, 80-х. Вот. Но они, да, собираются реанимировать, и придет она, значит, в маленькой упаковке, маленькая машина. Реанимировать, как Франкенштейна. Ну, сейчас все этим занимаются, поэтому почему нет? Вот. И, собственно говоря, вот, если они выпустят, у меня так, в глаз положим, потому что ФРС, в принципе, хорошая машина, что меня отодвинуло от ФРС, я на ней ездил. Пока что тоже вот масса. Вот. Масса, и, скажем так, когда я первый раз катался на ней, ускорение, скажем так, пугает. То есть, я знаю, что все пишут, она слишком медленно, медленно, ускорение плохое. Вот. Но здесь вы должны принять во внимание факт того, что я, как бы, прихожу с мира малолитражек, и для меня такое ускорение, в особенности с задним приводом, скажем так, уже некомфортно. Вот. И, опять же, я ищу машину, которая будет на маленьком. Почему мне так нравится Miata? Почему вот я так много агитирую за Miata? Вот. Помимо большого пакета того, что мне не нравится в Miata. Что она, на ней весело ездить на любой скорости. На ней просто весело ездить на любой скорости. Вы едете 20, 40, 60, 80, 120. На ней весело на любой скорости. Вот. Поэтому вы можете по-году... Сегодня с работы такой ня-ня-ня-ня-ня. Да, в прошлый раз я в третий, был сейчас попробуем, на втором. Да. Что-то у меня все колеса, блин, скрипят. Странно как-то. Вот. Поэтому получить удовольствие, при этом не словить штрафы, да, абсолютно реально, не из мира фантастики. Вам не нужно ехать на какой-то там космодром, да, чтобы на ней покататься. Абсолютно не надо. Вы можете спокойно летать по городу, в любой поворот, фактически давить в машине и... Замечательно. Просто отлично. Ощущение супер. Не, на самом деле, если колеса начинают скрипеть, все-таки ты можешь словить штраф за лихачество. Ну... Вот если ты заходишь в поворот и у тебя не скрипят колеса, там дебейтабл. Что дебейтабл? Ну, когда сюда зайдешь, я думаю, там будет дебейт. Полицейский тебе может выписать что угодно, потом еще можно в суд пойти. Ну да, в том-то и дело, знаешь, как бы, если есть на записи, что колеса скрипели, то любой судья поверит, что ты лихачу. А если колеса не скрипели, ты просто как-то ему показалось, в смысле он так посмотрел, и ты чересчур быстро разошел в поворот, но при этом ты спидлимит не превышал, то вот, ну, короче говоря, да, Toyota концепт выпустила, посмотрим, если она выпустит, это будет дешевле FRS, то есть FRS сейчас, по-моему, там где 24 тысячи, или что-то в этом роде 26 тысяч, вот, если это выйдет, скажем, там за 22 тысячи или ниже, вот, то я буду, скорее всего, стоять на очереди в дилер-шипе. Мне кажется, это будет замечательно, замечательный выбор, как говорится, для энтузиастов, вот, причем того, что мята, конечно, новая мята, это было бы здорово, но столько много денег стоит, хотя, опять, это для нас много денег, для вас, скорее всего, это копейки, вот, так что, вот так, ну, процесс работы над мятой идет, кстати, чтобы закрыть эту тему, мы поехали на выходных и сделали фотографии мяты, мне кажется, она там представлена в самом лучшем свете, я с тобой бы не согласился, но, не, я фотографии смотрел, там, в принципе, я пару ракурсов не буду выкладывать, но, все остальное очень хорошо выглядит, я думаю, такие фотографии нужно только на Киджиже выкладывать, типа, продаю машину, вау, не, да, в принципе, для Киджиже оно выглядит достаточно, как бы, знаешь, я вышел на Эпсад, да, на мой вкус я бы сделал еще пару ночных фотографий, у меня есть одно место, куда можно съездить и сделать фотографии, проблема в том, что у нас нету камеры, да, которая ночную бы нормально снимала, поэтому нам пришлось делать дневные фотографии, но хорошо вышли, вот, сходил в кино, я посмотрел Джеймс Бонда, как я туда попал, длинная история, вот, Джеймс Бонда, ну да, сейчас это Спектр вышел, последний Джеймс Бонд, серьезно, вот, скажу вам честно, не ходите в кино, в Канаде, не, я в Америке был, и в Америке не ходите на Джеймс Бонда, вообще не ходите на Джеймс Бонда, скачайте лучше, потому что это такая отрыжка всей моей жизни, что лучше не придумаешь, красивее не получится, это вам точно скажу, вот, ну и, значит, перейдем к следующему, у меня было, у меня было озарение на этой неделе, произошло озарение, моя жена мне сейчас рассказывает, у нее своеобразные какие-то проблемы с едой, поэтому она мне часто рассказывала о том, что ей еда снится, у меня такое часто не происходит, на самом деле это был, по-моему, первый раз, это была ночь с воскресенья на понедельник, первый раз в жизни я всю ночь смотрел сны о еде, я в них даже активно участвовал, я всю ночь жарил сосиски во сне, всю ночь, проснулся, сосисек нету, шесть часов, прозвенел будильник, я проснулся, и когда я проснулся, у меня было самое глупокое разочарование, наверное, в моей жизни, что я понял, что, нет, ты должен понять правду, сосисек нету, нету, я так вот проснулся в шесть утра, и думаю, я сейчас пойду на кухню и возьму сосисик, и тут у меня стукнул в голову, что сосисек нету, огромное разочарование, представляете, в понедельник с утра, я не знаю, если у вас когда-нибудь было в жизни самое огромное разочарование в понедельник с утра, напишите, кстати, в комментариях, напишите, мне интересно, у кого было какое, у меня было очень глубокое, я, когда я проснулся и осознал, я, все, я не знаю, как я это пережил, у меня такое было разочарование немеряное, я себе даже не представлял, что такое со мной может случиться, но случилось, вот, ну, и из жизни, рабочей жизни, ну, в принципе, все идет куда-то, вот, но позитивная новость, я потому что собирался уже на следующей, на последующей неделе там, писать своему контрактному, думу, да, контрактному, вот, и пойти поговорить насчет, значит, проблем с монетизацией моей работы, вот, ну, как я стартапов умею говорить, слушай, мне осталось только стартап сделать, вот, и, короче говоря, тут я узнал из достоверных источников, что меня скоро собираются нанять в компанию, в эту, в нашу, в которой мы работаем, потому что мы сейчас контрактники, но меня теперь собираются нанять как не контрактника, в принципе, как и Ваню, он только об этом еще не знал, до этого момента, не, я что-то слышал один раз, ну, то, что мы сегодня шутили, этот чувак проходил, Джеймс, да, но это он смотрит на наши дела. Понятно. Ты думал, тебя увольнять собираются? Нет. Я просто думал, что мы шутили вообще, в принципе, то, что про его работу. Не, ну, мы шутили, но не совсем, ну, да, мы шутили про твое увольнение, ну, я как бы, да, так что теперь, я не знаю, мне надо будет создавать какой-нибудь гиперплан, я вообще не подозревал, что это случится. А я подозревал. Джей, Джей еще тогда сказал, блин, это самое. Он же тогда сказал это самое, что you're on a list. Я просто не знал, когда я, типа, ожидаю, что, скажем так, где-то так, апрелю, еще чего-то в этом духе. Я после лишнего выпитого литра пива, я начал, значит, знаешь, создавать план. И у меня план был очень простой. А первое, пойти в наш contracting house и сказать, что они мне должны дать больше бабла, намного больше бабла, намного-много больше бабла. Потому что, если они это не сделают, то я от них уйду. Потом пойти к моему начальнику. Вот. Сказать, что у тебя contracting house дает гораздо больше бабла. Да. Вот. Поэтому не хотел бы он меня нанять и дать мне еще больше денег. Да уж. Да. К сожалению, мой план навернулся, потому что, оказывается, они уже планируют меня нанять. Вот. Поэтому скоро настанут тяжелые времена, когда придется с ними не гушетить. Но я собирался себе повысить зарплату процентов на 20. Поэтому на этот раз это будет тяжело. Также я еще собирался себе первое, приобрести. Не приобрести, а то, что они мне дадут отпускные. Я еще собирался выжать из них большие отпускные. Но мой план, как бы, если бы он пошел по плану, по моему, то было бы все замечательно. Потому что я тогда бы с этими, потом с этими. Вот. Ну, короче говоря, знаешь, друг на друга их натравить и посмотреть, что выйдет. Что в любом раскладе, по крайней мере, у меня в голове выходило бы позитивно. Вот. Но поскольку теперь они собираются как бы меня нанимать по-любому, то придется играть в одни ворота, причем козыря у меня нет. Вот. Это, конечно, не такой обидный момент. Мне нравится. Потому что, насколько я помню, они делают H1B. Хорошо, просто. Он будет спросить. Потому что, если они делают H1B, то я всецело согласен. они могут мне даже зарплату особо не поднимать, потому что бенефиты добавили, все такое. Вот это, Ваня, сразу видно. Что ты на первой работе. Зарплату не поднимать. Это твой шанс максимизировать. Я понимаю, Жень, но прирост придет от бенефитов, во-первых. А во-вторых, H1B на самом деле не очень дешевая. Вот. И H1B это фактически это самое, считай, получаешь грин-карту. Ты в Индии живешь? Ты в Индии живешь? Нет. Вот именно. Поэтому тебе особенно по H1B париться не особо стоит. Нет, ну, как бы, понимаешь, ты можешь сам подать там на еще чего. Да, но когда это компания делает, а, они за это платят, б, это происходит автоматом, и ц, ничего, я, конечно, не очень... Понимаешь, фишка в том, что ты H1B можешь выжить потом из них. Вот. Фишка в том, что когда они тебя сейчас сайнапят, первое, о чем нужно подумать, это сайнап-бонус. Это первое. Тебе должны дать наличку. Второе, ну, не должны, надо выжать из них наличку. Второе, это нужно повысить тебе значительно зарплату, потому что потом ты этого сделать не можешь. Вот. Как и... Гуд лак. Из личного опыта я тебе скажу гуд лак. Потом обычно стандартные тебе повышения. Ты в этом году так хорошо поработал, окей, может, 4%. Почу 4. Ну, все остальные получили 2, поэтому ты получишь 4. ты подписываешь контракт, что ты на них последующие 5 лет будешь работать. Нет, но в том-то и момент, что пока есть шанс увеличить эту зарплату на, знаешь, там, десятку, двадцатку процентов, это надо сделать, потому что потом будет тяжелее. Теперь HR, тебя, отдел кадров, тебя обязательно известит, что они собираются тебе дать ту же самую зарплату, что ты сейчас получаешь, но тебе дадут бенефиты. И это намного, так намного лучше, что полный отчасти без. Не забывай, что ты канадский подданный и в итоге тебе не нужна medical care. Все, что тебе от них надо, если повезет, если они тебе могут дать массаж, очки и зубы. Да. Вот, но оно не стоит того, что они с тебя как бы спрашивают. Фактически они тебе могут предложить или там 5 тысяч или даже 7 тысяч больше зарплаты или они тебе предложат medical care. Что в половину medical care... ну medical мне не нужно что-то. Ну, именно. Вот, поэтому я говорю, это очень такой тонкий момент. например, вот так, когда я устраивался на GM, да, так вот там крутили-вертели, там так и получилось, да, то есть, что я отказался от medical coverage, но они мне повысили зарплату. Поэтому важный момент. Вот, поэтому я в этом деле это самое главное это сорвать как можно больше первое vacation days, да, то есть отпускных и зарплату. Это самое важное, что нужно урвать. Все остальное это уже так, это уже плюшки. Причем они все равно тебе стандартные дадут. Поэтому нужно просто давить, давить, так давить. Вот. К сожалению, к большому сожалению, давить нечем. Вот. Так что будем блефовать. Когда к вам пришли плохие карты в покере, вам остается только одно. блефовать. Чем я и займусь. Да за такие деньги, да я в Макдон за такие деньги пойду работать. Что вы мне тут предлагаете? Что за бред? Нужно будет обязательно сайна бонус выбить, потому что в конце концов мне же нужен новый лаптоп. Ну в принципе он мне и нужен. Мне нужен. Сайна бонус выбить да и обязательно они обязательно попытаются тебя на этот я тебе советую из личного опыта сражаться как минимум за 15 дней отпускных. Минимум 15. Я бы давил на 20 дней. Но если 16-17 дней ты можешь выдавить минимум 15. В смысле оплачиваемые? Неудесно. То есть у тебя 3 недели оплачиваемого отпуска. Если ты можешь до 4 выжить ты представляешь ты целый месяц в году не работаешь. Стандартно они тебе предложат 10 дней. Я буду удалить. Не, но 10 дней это вообще блин давно. Ну 2 недели. Но потом они тебе по корпоративному стандарту будут объяснять что не беспокойся каждый год у тебя будут по одному дню расти. Окей. Это мне надо проработать 5 лет чтобы 2 недели у меня было? Нет. 3 недели. 3 недели чтобы было. А потом еще у меня большая семья. Ты знаешь сколько дней рождений? На каждую сестру по дню рождения это уже все эти весь отпуск ушел нафиг. Вы что с ума сошлись что ли? После того как они меня наймут я начну болеть гораздо чаще. Сейчас я контрактор я болеть не могу. Вот. Но тут вот так что я понимаю что для некоторых все эти заморочки могут показаться отдаленными неважными но вы должны понять как работает вот эта американская корпоративная схема они сразу там да 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 вот потом тебя пытаются обязательно поставить тут тут главное тут главное вот одели все пылинки стряхнули тебя почему-то как обычно обули да единственное у меня хорошая сейчас единственное у меня единственная карта единственный наверное козырь который или я думаю что козырь высокая карта в этой игре в том что я единственный человек который этот достаточно хорошо знает дескни ну да я у меня самое большое количество памяти с дескни а это кто еще вот но так по сути говоря да грядет вот такая вот перестройка посмотрим что получится вот самое 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 важное у Миши же нету это самое визу что телефон да без понимания вот самое важное чего я не знал самое важное это 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 я уже узнал после того как я первый раз устроился на работу и это самый важный совет если вы ничего не поняли и все забыли или вы вообще не слушали последние 15 минут о чем я говорил самое важное это этот момент когда вам предлагают контракт на работе предлагают вам работу или нанимают или еще что-то предлагают вам контракт рассчитывайте на то что вами будут пользоваться день и ночь нет помните этот контракт как бы это контракт вы можете поторговаться вот так что мой совет от всей души торгуйтесь всегда торгуйтесь смотрите сколько вы можете выдавить вот так что да мне надо выдавить много у меня ребенок скоро будет скоро будет когда-нибудь вот поэтому мне нужно деньги много денег тем более мне нужна спортивная машина ну хорошо начальная спортивная машина для энтузиазма вот да прям сейчас вижу Женя приходит вот вот видите этот только начал бы у него уже есть а у меня еще нет да с джем перетирал я говорю чувак купите мне Тесла без проблем мы тебе купим Теслу только зарплаты на следующий год не будет это Тесла твоя отлично заправлять будешь воздухом со второго этажа кабель спущу удлинитель куплю сразу на Амазоне метров так сто кабеля со второго этажа так что да скоро будет что-то интересное надо будет набраться наглости у тебя нет случайно таблеток с наглостью с наглостью нет короче с болтанием да ну для тебя по крайней мере но единственный маленький момент что знаешь если нас будут нанимать то там скорее всего будет еще один драг тест поэтому я не советую ну это стандартная процедура да хорошая а мне надо сходить к доктору обновить свою эту самую prescription да вот так что такие советы ладно давай сделаем паузу давай вернемся через пару секунд мы вернулись как вы могли наверное уже услышать ладно перейдем к новостной секции секции что мы там успеем впилить да давай жми педали пока не дали ну что у нас там первое обсудить сексуальную помощь люди хотят поговорить о сексуальной помощи в чешской республике вот собираются сделать сексуальную помощь для инвалидов я подозреваю что как стандартным сервисом а теперь первое первое важное те кто не знает в чехии проституция разрешена окей поэтому не думайте что это идет как-то там ну ну это как медсестра но только секс образованием да ну ладно ага интересный метод бумажку надо из университета получать я бы хотел там профессором работать только страходром вот так завтра экзамен по секс образованию вот и короче говоря очень классно ну вот на самом деле есть так и разобраться то есть то ну как бы инвалидам тоже хочется заняться сексом я подозреваю что это не всегда очень легко но есть это сделать частью медицинской помощи да а секс если вы не знаете снимать стресс помогает мужчинам избавиться от излишних как называется флюид жидкости жидкости вот и вообще которые затмевают рассудок да вот а также помогают для паблик спикинг как это будет паблик спикинг по-русски выступление перед публикой да выступление голосовым стоп приедет мастурбация была не мастурбация не очень помогает нет нет наверное про секс она только это самое жидкости прочищает вот стресс по-моему не особо снимает секс потому что снимает стресс я тебе говорю вот короче говоря да хотя не подожди ну вообще да поэтому если вы инвалид мне кажется Чехия будет просто рай для вас совсем скоро мне кажется это очень хорошая тема а мне очень обидно что в Канаде с проституцией мы все еще хромаем на одну ногу она здесь как бы легальная как бы нелегальная вот а Чехия продвинутая страна ну так же как и Бельгия Австрия нет здесь просто Германия как бы защищают от сутенеров да здесь как бы знаешь сама как бы проституция легальна но знаешь сутенерства нет поэтому если ты как бы работаешь помощником проституки то тебя могут да тебя могут упечь ну мы же сам еще по-моему где-то года два по-моему назад обсуждали такую тему что наконец-то разрешили этим водителям работать это да подвозить я все еще я все еще просто не уверен как это как искать помощь ну могут посадить в смысле скажешь красотка не хочешь прокатиться я тебе денег отвалю опа арестовали а нет ну как же есть же это самое backpages backpages yellow pages нет backpages а что это такое а сейчас это типа как желтые страницы только для проституток вау классно все ваня backpage.com окей давай давай смотрим онтарио онтарио вон виндзор в самом низу в самой жопе в самой жопе в самом о так как странно что мы ищем мы ищем escort так абсолютно мы согласны на все давайте ну вот опа ну давай открой красивое что-то такое там слушай это дизайн из 90-х ужас какой так ну давай посмотрим не ну они сами perfect face вот мне нравится perfect face давай давай посмотрим красивое личико идеально и задницу во весь экран я знаю отличное личико и задницу во весь экран слушай неплохо а я не знал об этом сервисе вот сегодня я выучил а и почем 100% без драмы да это мне нравится да абсолютно слушай ты никогда не звонил пару раз ну и как дороговато сколько во-первых ну как дороговато знаешь по моим тем этим i love it when it grows in my mouth вау да чувак что это за сайт такой вообще и в основном надо знаешь в какой-то отель ехать куда-то у них есть свое место я не возражатель да так сколько почем ну вау она классно от 100 за полчаса и все ха-ха-ха прелесть в зависимости там некоторые вот 80 долларов спешу вау неплохо так что ха ха-ха-ха спешу не неплохо просто как бы на тот момент когда я смотрел там во-первых у меня своеобразные запросы были вот а во-вторых там ну как бы знаешь то что я ой ой вот это вот станин итальян давай итальяночку итальяночку нет пожалуй нет не слишком много я люблю большие сиськи но при этом когда нету так много другого оу нет ха-ха-ха но теперь я знаю ее лицо если я ее увижу на улице я знаю чем она занимается не а там это самое это первый раз я это увидел когда Дэйв показывал он такой слышь чувак поехали в стрит-бар такой типа что ну там это самое все такое типа классная девчонка работает тому подобную он говорит смотри чувак ну открывает бэкпейдж показывает ее пост типа в стрит-клубе работает с этой я спать не буду у нее абсолютно ужасное чувство стиля ниже ниже крути ниже еще ниже белые трусики да я знаю и черный ли ужас я с этим спать не буду ни за что не заставите у Бриана 22 ей старовато а это неплохо а да не неважно обратно ну писяцик не нужно француженки блонд бомбшел господи ну что же у них сисик ни у кого нету о 19-летняя так ну в принципе сомневаюсь так вот говоря о секс-помощи в гинзере ее достаточно ее походу очень много даже дальше мотают сколько там их вообще слушай может мне выставить свою фотографию 80 долларов в час в принципе я могу уйти из своей работы 80 долларов нет 80 долларов за полчаса я уйду со своей работы мне даже 50 долларов за полчаса хватит неплохо очень неплохо теперь я знаю и вот так вот подкаст скатывается ужас а что ты ожидал она же написала ей 38 лет да я не смотрел я просто кликал я же не вижу фотографии елки зеленые да ну big booty nice опа а вот это вот меня зашли только почему-то здесь блондинка а здесь брюнетка странно программисты все замечают что поделать да не сходится тест не проходит вот да ну я думаю нам еще кстати в Канаде далеко до сексуальной помощи но в Чешской Республике ура я считаю это здорово я считаю это очень здорово да хорошо замечательно по крайней мере ты знаешь мне нравится тот момент что они продвигаются на тему что знаешь наконец-то что-то мне открою наконец-то секс перестает быть таким как бы табу секс это ничего мистического для тех кто не знает сейчас объясню вы достаете это вот и все и все выйти в то и потом вы это продолжаете делать да а потом recursive function да вот или loop вау-луп пока не кончил вперед-назад вперед-назад программисты программисты вот но да как бы на самом деле я не вижу ничего плохого я знаю женщины почему-то всегда очень криво смотрят на такую профессию как проституция и все остальное думаешь нет я не думаю я да я думаю это у них просто идет против ихнего инстинкта самосохранения вот и все поэтому так сильно не нравится ну по сути по сути мужчине хочется всех потому что мы пытаемся чего-то там найти не найти мы пытаемся расплодиться да наше животное чувство это как можно а для женщины мужчины это ресурс да это как ресурс который доставляет ресурсы другие поэтому если ну представляете если вы один достаете двойный петух если вы если вы одна достаете воду из колодца это ничего когда двое две начинают доставать воду но воды может стать меньше то есть не факт вот как бы уже нет вот а потом три четыре пять воды и нету а потом живой червец да поэтому ну ничего я свою жену пытаюсь переубедить по поводу по поводу ну в принципе она профессионал ты ее нанимаешь на полчаса или час ты платишь деньги и она тебя больше не беспокоит она получила деньги вот ты получил что ты получил там стд и все остальное вот и все и вы разошлись то есть профессиональные отношения правильно тебя она звать замуж потом не будет она получила деньги ты получил птичью и болезнь какие-то там два пера три пера ну да как бы все профессионально ну вот поэтому ну ладно давайте давайте лучше поравнуемся за Чехию да молодцы по крайней мере в открытую делать это все-таки замечательно давно пора и в Канаде единственное здесь слишком много старперов так что мужчина и женщина и обычно не из-за того что она хорошо хотя я не буду говорить нет я воздержусь от своих комментариев по поводу семейной жизни потому что походу моя семейная жизнь отличается от другой семейной жизни не буду учить дальше ну дальше люди через три года мы все возрадуемся ну или некоторые из нас я надеюсь что некоторые из нас через три года возрадуются потому что наконец-то столько десятилетий сверления зубов возможно потенциально подойдет к концу а на этой неделе было произведено объявление что наконец-то разработали технологию по наращиванию зубов вот или кальция или каких там хрен знает чего но остановку этого кариеса и наращивание эмали обратно да вот что-то они будут там вставлять если подозреваешь что сверлить зубы они все равно будут просто после успешного сверления они тебе будут туда не пломбу вставлять как обычно они будут туда вставлять магическое вещество которое абсолютно не описано в этой статье вот которое электронно электромагнитно как-то там стимулирует и кальциум начнет нарастать то есть зубы начнут расти у меня кстати всегда был этот вопрос у меня всегда сам не с самого детства но как-то в один прекрасный момент я задался вот этим вопросом который никогда об этом никогда не искал не смотрел ничего но меня всегда это волновало почему ты же никто не рождается с зубами потом у тебя зубы выпадают потом они у тебя снова вырастают почему нельзя зубы заново вырастить в чем проблема выращивания зуба в том как их вытаскивают топором их вырубают вырезают выпиливают выслеживают вилки зеленые там что-то после этого расти будет я не знаю но я всегда считал что да по идее можно что-нибудь там где-нибудь вколоть куда-нибудь что-нибудь всадить и зубы заново вырастят на самом деле как бы байки-то ходили знаю что что там есть какие-то доктора которые это умеют делать байки давно ходили но так как и есть байки знаешь интуитивно я это всегда считал что так должно быть ну хорошо зубы растить мы не можем но по крайней мере наконец-то сказали что через три года возможно когда-нибудь это будет а смогут чтобы заставлять зуб расти в других направлениях то есть как называется да на самом деле этот это просто препарат чем-то смахивает на смолу как они здесь описали вам дырки будут заполнять так сказать смолой в итоге это все будет нарастать и значит кальций будет восстанавливаться там эмаль будет восстанавливаться но опять же поживем увидим но по крайней мере дает надежды на светлое будущее три года три года я очень рад я очень рад я сперва когда мне помочь последний раз я у доктора был полгода назад мне помощница доктора такая давай тебе тут высверлим блин тут вообще может тебе зуб уже пора выдернуть поменять трали-вали вали-трали доктор такой эх оставь его в покое типа поживем увидим я сперва думал ну что ждать давайте рвать а теперь я прочитал статью подумал давайте подождем может быть этот зуб еще можно восстановить я знаю что там будет много много смолы там уйдет но возможно это можно будет восстановить так что я надеюсь у меня еще не все распадется сзади зубов а так что да возможно еще починят я немножко скептичен это во-первых во-вторых я гораздо более с большей инициативой смотрю на то что ставят протезы хорошие в смысле хорошие протезы проблема с протезами первое это недешево вот и второе это тоже такой своеобразный болезненный опыт потому что тебе там будут сверлить в челюсть я я просто хочу сказать что по мне если это когда-нибудь я надеюсь через три года выйдет по мне лучше пусть зубы заново вырастают и все будет замечательно а если заново заново я бы конечно с удовольствием бы принял идею того что как бы новый зуб вырастает наш новый зуб вырастает окей это было бы круто это было бы вообще просто супер самое классное но то что тебе знаешь там у тебя есть дырочка ее там знаешь залепливают какой-то смолой там знаешь представь себе эпоксидку да ее заляпывают эпоксидкой и эта дырочка зарастает сама по себе понимаешь а если у тебя это самое допустим ну не знаю ты упал у тебя зуб переломился я подозреваю что с этой технологией они потом наверное смогут нарастить зубы тоже берут циркулярку зуб сбревают а потом тебя наращивают представляешь скоро будут вампирские колки можно будет делать выросло они их сейчас делают но только сверху все такое насадки делают так само выросло граф дракула давай не будем про дантистов так что там NASA NASA замечательная статья большое спасибо Джейн что он написал статью я смотрел на эту статью мне очень не хотелось ее обсуждать я честно скажу мне очень не хотелось ее обсуждать но публика высказала свое мнение люди проголосовали нам придется это обсуждать какой-то товарищ я не помню где где-то там в Европе может быть кстати и в Англии немецким физиком это подтверждены были это там кто разработал это изначально пока Ваня смотрит я расскажу значит какой-то товарищ придумал то что называется электромагнитный двигатель теперь в чем прикол электромагнитного двигателя электромагнитный двигатель позволит как это по-русски будет толчок генерирует толчок без использования какого-либо топлива Роджер Джей Шавер да с Британией Шавер он вообще кто аэроспейс инженер ну космический инженер вот и двигатель генерирует толчок без использования какого-либо топлива насколько я понимаю у меня очень лимитированное кстати понимание всех этих двигателей начиная от этого джет энджин реактивных двигателей да у меня плюс-минус понимание ты что там понимаешь Жень ну в реактивных двигателей там нечего понимать я понимаю но у меня даже этого особо нет вот но суть дела что в космических программах насколько я знаю используются два типа двигателя на данный момент это значит ракетные двигатели ионные ионные двигатели да вот теперь ракетный двигатель заливается топливо все это красиво горит да огонек и она летит теперь она и потом взрывается да иногда иногда вот топливо заканчивается отсоединяются баллоны и ракет дальше летит прилетает в космос в космосе они используют ионовые двигатели где они берут частицы разгоняют до охраненной скорости и выплевывают насыщают энергией и они выплевывают и таким образом образуется тяга правильно вот теперь проблема с ионовыми двигателями что эти частицы оказывается рано или поздно заканчиваются потому что они как и топливо походу их надо за собой вести ну я не знал об этом я не знал узнал как бы из вакуума очень тяжело частицы генерировать ну вот товарищ дженитер прислал все проголосовали мне пришлось изучать тему вы представляете с нуля до сюда добраться вот и да частицы тоже заканчиваются и в итоге мы далеко особо не улетим теперь приходит вот это вот то что называется этот электромагнитный двигатель ему ничего не надо подавать электричество и он будет создавать тягу каким образом он тягу производит я читал я искал я не знаю и походу никто не знает потому что этот двигатель судя статьи и других статей которые не приложены противодействуют двум законам физики двум ну там написано двум вот противоречит противоречит извиняюсь значит идея идея электромагнитного двигателя простая вы берете этот микроволны микроволны вот или микроволновое излучение да и короче говоря начинаете ими просто стрелять там своеобразном цилиндре детали детали двигателя посмотрите вот но по сути там у вас цилиндр там только одна это самое закон сохранения импульса нет там еще что-то другое еще есть вот два закона может не в этой статье вот и в итоге каким-то образом значит те электромагнитные импульсы туда-сюда бегают и образовывается тяга вот при этом никто не знает как физики на себе волосы рвут они понимают тоже как создатель не понимает как и по крайней мере он пока что еще не поделился как это происходит вот это темная материя я тебе говорю внутри этого двигателя она она движется да но так как она не реагирует ни с чем другим ее не засечь ну вот смотри вот эти говорят еще дай им 5 лет и потом они начнут спекулировать что это черная материя все такое потом потом они скажут что все-таки она есть потому что двигатель это используем да насколько я понял НАСА сейчас это все еще тестирует точных результатов пока что еще нет ходят слухи что да это работает НАСА пока что еще точных результатов не опубликовало не видел теперь точных результатов они не опубликовали они опубликовали они протестировали в этот в лабораторию вообще нет подожди НАСА да НАСА сейчас какой-то науч какой-то немецкий научный исследователь это протестировал. Он дал добро. Теперь это NASA тестирует. Теперь, насколько я понимаю, они сделали модель этого двигателя. И, кстати, где-то там это есть. Мы смотрели это дело на YouTube. Там показывалась конструкция двигателя. Там такое бешеное охлаждение для него. Я никого такого не видел. И они этот двигатель фактически держат, как говорится, подвешивают на какой-то балке. Снизу ставят сенсорное поле, чтобы измерять толчок. И потом все это дело фотографируют, и замеряют, и трали-вали-вали-трали. Ну, с YouTube видео говорят, что работает. Но никто не знает, как это работает. Не рассчитывайте, что мы вам объясним, как это работает. Потому что никто не знает, как это работает. Мы тем более. Нет, подожди, я читал эти... Подожди. Китайцы добились... Что там? 720 микроньютонов, с учетом того, что они подавали туда 2,5 киловатта питания. Вот. Это... Ну, всего 2,5 киловатта. Ну, подумаешь. В 2010 году это не сделали. Наса сейчас тестировать... Вот там они... Не, неважно. Насколько я понимаю, вот ньютоны там настолько мизерное количество, на самом деле. Да. Не, ну, один ньютон — это один килограмм в метр в секунду. Вот. Ну, для... Квадратик. Корабля — это мизерное количество. Но... 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 Если не вчитываться, не вдумываться, а предположить, что двигатель работает... Скажем так, тебе надо это самое... Тебе надо 2,5 киловатта, чтобы 720 грамм ускорять на 1 метр в секунду. Неплохо. Даже очень хорошо. Один килограмм, Жень. Ну, я понимаю. Блин, сколько ты сказал? Метр в секунду? Неплохо. Ну, они там, там этот... На самом деле, то, что оно не потребляет никакого топлива, это, конечно, все круто сказано. Я там по статьям прыгал. Вот. И, короче, вся идея того, что... Там был прикол, они говорили про этот... Про спутник. Спутник весит почти что 10 тонн. Вот. Они... Они сначала, типа, спутник собираются разогнать до... Блин, там что-то... По-моему, 2,7 километра... Этот... А, нет, подожди. Ёлки зелёные, где же это я читал? Ну, короче, какая-то охрененная скорость. Я, типа, извиняюсь, 2,7 тысячи километров в секунду. Вот. Какая-то бешеная скорость. И потом они используют вот эту там энергию, чтобы разогнать... На лишний километр в секунду. Вот. Короче, соотношение, конечно, как бы, когда смотришь на эти номера, кажется, ну, жалко. С другой стороны, как бы, в космосе это достаточно, чтобы сорвать этот спутник с орбиты. И, в принципе, достаточно, чтобы, там, допустим, этот... Перенаправить на другую орбиту и тому подобное. Весь прикол в том, что, да, оно никакого топлива не жрёт. Единственное... Это большой прикол. Да, это большой прикол. Единственное, что, вот, как ты сумел заметить, какое там нихуевое охлаждение... Ну, это же в вакууме. Я думаю, там будет проще охлаждать. Ну, замечательно. Но, чтобы, знаешь, там, разогнать, там, на долю, 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 там, знаешь, процента, вот это всё дело, там израсходуется большое количество куланта. В смысле, охладительное вещество, ну, то бишь, как бы, этот гель или ещё что-то они там используют, неважно, аргон, неважно, что они будут использовать, как это, как вещество, там всё равно вещество расходуется. Может быть, не из-за того, что они это дело палят, а из-за того, что это дело используется при охлаждении. Так что, в принципе, да, как бы... Они говорят, что можно этот двигатель использовать для полёта до конца нашего, нашей... Солнечной системы, да. А ты знаешь, ты знаешь, при любом раскладе, если это на самом деле работает, что это ещё, как бы... Не, работает. Надо дать... Ну, я не знаю, я ещё не видел, чтобы, знаешь, гудели и свистели по этому поводу. Но если это реально... Жень, по такому поводу никогда не гудят, не свистят. Как это? Как это такое может быть в мире? Это... Это нам позволят... Это нам позволят строить космические корабли, которые смогут делать что-то полезное. Жень, Cold Fusion уже последние 25 лет был. Ну и что? Не знаю, его ещё не построили. Не вижу в использовании. Да, ой. В использовании не вижу, поэтому нету. Да, они ещё не достигли 10 к 1 этот... Именно. Вот, ну... Реально. Типа отдача энергии. Ой. Ну это же не значит, что этого нету. Это есть, и это успешно производится, и всё остальное. Ты представляешь, это будет что-то? Это спутники смогут... Могут фактически, я не знаю, сколько... Пока спутник не развалится на запчасти, он бы сможет летать. Я же тебе говорю, блин, там охлаждение, блин, вздохнет. Я предполагаю ей решать эту проблему. Предположим. Конечно. Ну, вакуум, там же холодно, по идее. Просто так, плюс-минус. Подожди, а холодно с какой стороны? Та, которая на солнышке сидит, или та, которая... Предполагаю, та, которая в теньке. А, та, которая в теньке. Да. А питать ты чем будешь? Что питать? Ну, питание, ну... Батареи зарядил, подождал, откорректировал. Да, точно. 2,5 киловатта батареи, сколько ты там полить будешь. Я не знаю. Учитывая то, что соотношение... Суть до дела, что мы отходим от ракетного топлива и онного двигателя. Приходим к чего-то другому. Это даст нам толчок. Женя открыл для себя, блин, и в жопу. Чисто теоретически я не открыл, это Джентр открыл, я прочитал. Не, на самом деле очень классно. Мне на самом деле это нравится тем, что наконец-то, наконец-то, НАСА и другие популярные научные лаборатории начинают интересоваться теми, как бы изобретениями, которые раньше отвергались. Я считаю, что, опять же, из-за того, что мы уже достигли физического предела со всеми этими... Пора колонизировать Марс. Не, ну, даже не в этом дело, просто, как бы, знаешь, ну, уже даже ракетного двигателя уже, по-моему, все выжили, блин. Ну, блин, ну, уже хрен знает, что там еще смогут придумать, но, как бы, кардинально его не изменят. Ну, вот, поэтому, как бы, надо искать альтернативные способы движения в космосе. И, да, уже даже вот такие вещи, которые, типа, там, «А, наршет закон, мы даже не знаем, как это работает...» Вот, даже уже вот это начинает тестироваться. Что, в принципе, круто. Это, ты знаешь, я просто жду, не дождусь, когда, наконец-то, все-таки это... Наступит новая эра в науке, где будут изучать те вещи, которые до этого... Ты знаешь, был такой, знаешь, вот застой. Вот, сначала, там, прошлого столетия, вот, там, как бы, да, до 30-х там развивалось, потом они все мусолили всю, знаешь, ядерную вот эту вот энергию, все такое, там, ядерная бомба, потом, ой, блин, как это все страшно, потом, они, знаешь, долго заняты были, как бы, ядерными электростанциями и так далее, нам нафиг ничего не надо, на все остальное, блин, срать хотели, как, как бы, нафига нам изучать что-то еще... Ну, знаешь, вот застой вот этот вот был. И вот сейчас мы подходим все-таки к тому моменту нашей истории, где, ну, все, ну, все, уже обглодали все эти косточки, блин, с ядерной энергией, надо смотреть, что же там еще есть в науке, и все-таки, знаешь, дальше ее продвигать. И вот это вот я жду, на самом деле, вот. А насчет того, что там, типа, как бы, противоречит законам физики, противоречит законам физики, которые мы знаем. Ну, как-то это должно работать правильно, поэтому они будут изучать дальше. Вот, вот это мне нравится. Само изобретение, да, замечательно, замечательно, что они все продвигают, кардинальных изменений в ближайшие несколько лет я не предвижу, если так. Вот, они, конечно, там, сделают, скорее всего, спутник, который там, о, да, он на самом деле полетел, все такое классное. Это примерно то же самое, что это самое, когда они изобрели, типа, эмоновый двигатель, типа, о, круто, да, о, все, все, блин, этот самый крутой, мы сейчас его будем развивать, он вообще даже будет мощнее, ни хрена не случилось. Вот, а здесь у нас есть гораздо лучший вариант из того, что, когда все-таки поймут, как это работает, и что оно там толкает. Ну, китайцев подначивать. А, нет, их подначивать не надо, они и так работают. Просто у них своя бюрократия, понимаешь? Надо, чтобы они больше работали. Как только они начнут собираться, отправлять человека на Марс. Жень, 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 Вань, 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 Вань. Китайцы работают очень просто. Ты сделал изобретение. Да. Они его по-шустрому скопируют. И начнут резко очень много его тестировать. Ну, и как бы там, знаешь, количество переходит в качество в итоге. Да. А потом, когда Запад смотришь, что, блин, китайцы, ой, блин, так, чуваки, шустро, давайте, давайте, блин, думать, закупаем мозги, мозги закупаем. Давайте, по-быстрому импорт мозгов, пожалуйста. Пусть они шустрее. Шустрее надо. Хотя, с другой стороны, если посмотреть на мировую экономику, мозги, на самом деле, со Соединенных Штатов утекают. Куда? 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 Знаешь, у Китая денег достаточно. Они тех же самых китайцев, которые раньше работали на американцев, назад закупают. Ну, вперед. Я только рад. Да. Создают рабочие места в Америке. Новость просто супер. Хоть изобрели в 2000-е. Подожди. Нет, по-моему, было даже не в 2000-е. Нет. Двигатель был построен в 2002-м. Но, да, как бы сама идея была изобретена. Это нормально. Но сейчас она получает популярность. Это значит, что будет финансирование, будет финансирование, будет движение. И я... Да. Так что... Я сегодня... Винтедж-дженитер. Мне пришлось своего синера программиста сегодня напрягать на то, чтобы он мне объяснял аэродинамику. Ну, ничего, объяснил. Плюс-минус. А при чем там аэродинамика? Ну, а он мне много чего объяснял. Я его пытал на тему этих физических законов, которые не сходятся. Я говорю, объясни мне этот закон, объясни мне тот закон. Он почитал статью, почитал статью. Мы там погуглили, почитал статью. Так вот. Да, это мои знания. Как, знаешь, там авиационный инженер начинает напрягать. Я такой, окей, давай продолжай их снять. Так что напряг Брэда. Да. Ну, извини, он, как говорится, авиационный инженер, так что вперед. Ну, да, он много в физике, в принципе, знает. Я тебе говорю, с ним приятно поболтать. Правда. Ему когда я делаю толкашку, он как бы более-менее шустро схватывает. Я подозреваю, что я этому, я Брэда сюда обратно затащил. Я подозреваю. Что? Ну, я с начальником разговаривал. Я ему перед еще всей калентерию, когда я уехал на отдыхать, еще перед тем, как, знаешь, там. После начала народу ходить, я такой, чувак, давай, давай. Он говорит, ну, хорошо, кого-то хочешь. Я говорю, давай Адама. Он такой, Адама, нет, не случится. Я говорю, тогда Брэда. Он такой, ну, Брэда, он уже ушел на другой проект, но мы это, да. Да. Мы попытаемся. Я говорю, пытайся, чувак, пытайся. Вытянул. А я бы Брэда за место Адама. Адам, он чересчур, блин, такой, знаешь. Адам, у него больше знаний. Знаний больше, он скептик. Я по барабану. Он знает больше. Брэд, у него свои проблемы. У него свои тараканы в голове. Я заметил, что мне не нравится в Брэде, это то, что наше мнение сходится. И я считаю это плохо. Когда я работаю с человеком, и он со мной фактически во всем соглашается, а я соглашаюсь во всем, о чем он думает, меня это начинает напрягать. Я хочу человека, с которым я не соглашаюсь, но при этом он высказывает очень умные мнения. Вот это вот интересно. Когда сходишься во мнении, причем мы фактически все время сходимся, это проблема, мы сходимся во мнении. Я не знаю, когда я с Брэдом и Адамом сидел, мы с ними этот, болтали. Да, конечно, Адам, он там противоречил частенько, и там он классные идеи толкал, 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 но в итоге он фактически 90% времени оказался неправ. Там были маленькие нюансы, когда было тяжело сказать, знаешь, кто прав, кто не прав, потому что это, как бы, знаешь, это уже было там, judgment call, как здесь называется. Адам, он просто не хочет спорить, вот и все. По мне это, знаешь, это трата времени. С Брэдом мы сели, я такой чувак, ты же понимаешь, что я хочу сделать, он такой, понимаю, ну, как это сделать, наверное, вот это нет, чувак. Брэд выбирает Брэд с его инженерским основным образованием, инженерским, с его основной практикой инженера, он всегда выбирает наиболее простое решение, когда это не всегда более правильное решение. Ну, нет, тебе не нравится проблема с Брэдом, то, что он также учитывает бизнес. Нет, мне нравится, что он со мной соглашается, вот и все, это все, что мне не нравится. Его мышление соответствует моему мышлению. Если его мышление соответствует моему мышлению, я не выучу никогда нового, я не приду к другим решениям, для меня это не совсем то. Это не развивает мое мышление, это просто укореняет мое решение, мой подход к вещам и мое решение. И это есть плохо. Да, обидно, ну ладно. Не, он отличный программист, он отличный программист. Он немножечко ленивый, вот, то, что я заметил, но он отличный программист. Но нареканий нет, на это он отличный программист. Проблема, что просто его мышление. Его мышление, то есть, если нам команду добавить человека, который на уровне 3-5 выше, чем... Чувак, он, допустим, он мне дал решение. Я так посмотрел на его решение и подумал, неплохо, но я могу это сделать лучше. Я сделал лучше, потому что он мне дал решение, где можно было, там, знаешь, проверять, допустим, или... Позитивно, или этот... Вот именно, он тебе дал решение... Он мне дал решение, я на это дело посмотрел и подумал... Ты придумал лучше. А когда он приходит, когда я у него спрашиваю решение, он дает те же самые решения, о чем я уже придумал. Понимаешь? Он не делает мое решение лучше. То, что я придумал, он не делает его лучше. Он просто подтверждает, что я бы сделал точно так же. Меня это не устраивает. Вот и все. Да, это обидно. Подожди, а когда он тебе дает решение, ты ему не можешь улучшить? Обычно нет, потому что я обычно прихожу к точно такому же решению. Обидно. Да. Я обычно смотрю, как они это делают, а потом думаю, как это можно улучшить. Да. Я обычно сам придумываю решение, а потом спрашиваю, как я могу сделать лучше. Но обычно никто ничего не дает лучше. Соответственно, мое решение самое лучшее. Не. Скучно. Что я могу поделать? Ты так думаешь. Так, ладно. Последняя новость, наверное, на сегодня. У нас остается буквально немного времени. Я думаю, нам его хватит. Европейский парламент в последнем своем заседании, или в каком там предпоследнем заседании, дал свободу мистер Снодену. Он сказал, что теперь мистер Сноден в Евросоюзе не будет, не считается предателем. Ну, правильно, он предал уже штата, а не Евросоюз. Да, но до этого они это решение не принимали. До этого, если бы мистер Сноден поехал в любую страну Евросоюза, его быстренько выслали бы в Америку. В этом решении его признали как защитника прав человека и чего-то там еще. Я не помню, чего там было написано. Стукача. А, и стукача. Он стукач и защитник прав. Да. Вот. И, соответственно, теперь любая страна Евросоюза не обязана его ловить, не обязана его высылать, и вообще ничего не обязана. Так что теперь мистер Сноден в Европе будет полноценным членом общества. И он туда может поехать, не боясь, что его поймают и вышлют из страны обратно в Америку, где его линчуют. Хотя, конечно же, обещают, что будет народный суд, и все решат честно. С чем я не согласен. Я считаю, что в Америке это не произойдет. Это все будет честно. По американским законам это будет честно. Ну, я не сомневаюсь. Они его поставят на стул, прицепят там металлические бляшки и подключат очень высокое напряжение. Особенно, если его судить будут где-нибудь в Техасе. Там будет это абсолютно честно. Даже, знаешь, это как бы сжаляться над ним и всего лишь на электрический стул посадить. Кто-то в комментариях, по-моему, Игорь Ильич, я не помню. В комментариях писал, что Будан говорит, что в Канаде больше демократии, чем в Америке. Ты знаешь, я начал относительно недавно об этом задумываться, но что-то мне тоже так начинает казаться. Что в Канаде больше все-таки демократии, чем в Америке. Нет, в Америке просто люди злее. Или более кровожадные. Там все еще есть демократия, но люди хотят крови. Да. Ты знаешь, опять же, это из третьих рук. Абсолютно никакие доводы никаких нету. Я чем больше смотрю Джона Оливера, причем только его, тем больше я начинаю понимать, насколько долбанута Америка. Причем долбанута. Я знаю, что он не всегда прав, Джон Оливер. Я не говорю про работу, просто в Америке, и мы в этом подкасте это мнение все время освечивали, постоянно и много раз. Когда у вас есть деньги в Америке, высокооплачиваемая работа, например, как у Вани. Америка это великолепная страна. Это великолепная страна. Я вообще за гроши работаю. У меня банковский аккаунт вообще пустой практически, постоянно. Давай в Детройт съездим, ты мне говоришь, со средним жителем Детройта. Он за твою зарплату тебя убьет. Когда есть деньги, заработок и все остальное, в Америке просто великолепно. Жень, денег у меня нету. Ну, извини. Я как зайду на Амазон, и денег сразу нету. Вот. Я уж не говорю про Стим и все остальное. Я об этом начинаю задуматься. И по мере поступления информации, анализа, когда мне приклинет, я на самом деле сделаю ресерч. Но серьезно. Я не думаю, что в Америке... Я начинаю доходить до планки, где я считаю, что в Америке на самом деле не так. На данный момент, пардон, давайте... Может быть и раньше было много демократий. На данный момент я не считаю, что в Америке там огромное количество демократии. И я вполне допускаю, что Канада более демократическая страна, чем Америка. Вот. Потому что, например, интересный факт, да. Мы тут сидели, разговаривали по поводу выборов пару недель назад, или сколько, с программистами, да. С нашими любимыми американскими программистами. И я рассказывал, он говорит, а как у вас, да, там выборы происходят. Я говорю, ну как? Смотри, у нас есть местный представитель, да, партии. Или местный... И мы на месте выбираем, кого мы хотим, чтобы он представлял местное государство. Мы хотим, чтобы демократы представляли, либералы, консерваторы. Теперь этот человек, который выбирается на местном уровне, он потом представляет нас в нашем Сенате. Вот. Или что там называется, Думе. Неважно. И так по всей Канаде. Выбираются местные товарищи, которые первонаперво должны себя показать на месте. Здесь, локально. И потом они идут, они имеют голос в Сенате. И потом, значит, этот человек голосует за или против определенных законов на федеральном уровне. Вот. Я говорю, система очень простая. Ты приходишь здесь, ты смотришь, чувак хорошо здесь работает. Он улучшил город или еще что-то. Ты знаешь, что, скорее всего, он тебя будет представлять хорошо в Сенате. И, знаешь, я не уверен. Это пока что моя теория. Я говорю, а в Америке у тебя местные выборы? Я говорю, а как в Америке? Он говорит, а в Америке все просто. Я говорю, давай расскажи. А, у тебя местные выборы. Потом там какие-то еще выборы. Потом у тебя по штату выборы. Но это не один и тот же чувак. Ты можешь голосовать за другую партию на штатских выборах. Потом у тебя федеральные что-то там выборы. Потом ты еще за президента голосуешь. Я говорю, замечательно. И что? Вот объясни мне это. Он такой сидит там. Ну, наверное, это не так просто. Да, это не так просто. Кластер-фак непросто. Я все понимаю, что замечательно голосовать абсолютно за разных людей. Жень, ну, блин, новостям тогда нечего освещать. Ну, если у тебя только одни выборы, блин, что там освещать, блин? Вот посмотри на новости в Канаде. Ничего, хреново дать. О, трудовую игру. Новость четырех лет. Окей. Не, и как-то, по крайней мере, хорошо, по крайней мере, в судебной системе, мне кажется, Канада более трезвая. И это на личном опыте, да? То есть я читаю некоторые новости в Америке, и меня просто начинает от этого трясти, потому что я мог бы быть на этом месте. Вот, и когда я попал на это место в конечном итоге, по меньшей мере, канадское законодательство и канадское правительство убедилось, что это не будет просто, знаешь, экстракция денег из бедного населения. А я не миллионер. Вот. И поэтому я так сижу и думаю, вот почему в Америке наши суды, вот эти вот судья, эти люди считают, что... Местный судья, в принципе, может переписать законы 10 тысяч раз. Не, ну, то есть, представляю, как люди вообще думают, что вот мы привели бедного несчастного мексиканца, который работает на минимальную зарплату, а мы сейчас с ним будем вытряхивать миллионы, потому что он скачал один порнофильм. Серьезно? Мы люди? Или это уже какая-то грань бездумия, тупизма? Это какой-то странный иммигрант, который приехал из Мексики. Подожди, это на видео засняли? Это, ну, это реальное событие. Ну, да, но это как бы на видео было со всех сторон, там, пять камер, там, все такое. Не уверен, сгуглить надо. Ну, как бы... И вы хотите из этого бедного иммигранта вытрясывать деньги. Конечно. Миллионы. Конечно же, но это же такая шокирующая новость. Ты представляешь, сколько бабок этих... Это шокирующая новость до того момента, когда мексиканец, придя домой, думает, как я выплачу этот миллион баксов на мою минимальную зарплату. То мозгах не укладывается. Зато, сколько народу повеседлилось. Да, я не сомневаюсь. Чувак, это ты уже какой-то мексиканец, который работает на минимальную зарплату. Как он волнует. Действительно. Я же тебе говорю, Жень, в Америке демократии больше. Там просто люди более кровожадные. Чуваки, тут судят мексиканца. Сейчас пойдут. Сейчас, можно в жюри, да? Сейчас мы этого мексиканца, блин, вздернем. Мне кажется, в Канаде более трезво относятся к этим вещам. Потому что... В Канаде, да, более трезво, потому что, ну, как бы здесь не любят людей линчевать. Да. Здесь, ну, как бы, знаешь, по мордям дать, ну, ладно. Потом дать ему прикурить, чтобы не сильно обижался, но... Ну, как бы... Вот эта вот разница, да, в Америке. Что, когда ты в Америке бедный, все. Все. Конец дороги. Все. Тебе пипец. Когда ты в Америке в Канаде бедный, тебе все еще все доступно. Все доступно. Местами иногда тебе доступнее, чем людям, которые зарабатывают. Местами. Не всегда. Например, образование. Тебе дадут в долг, при этом ничего с тебя не спрашивают. Поэтому, ты знаешь... Ну, почему спрашивают, вернуть. Да, спрашивают, вернуть. Я согласен. Но, как бы, когда я об этом думаю, нет. Я вот начинаю это в голове перебирать. Потому что, возвращаясь к столу, очень быстро. На демократии зашли. И правильно они сделали. Правильно. И пусть Америка огребет по полной. Потому что, это полный бред. Бред. Вот так вот. Мне надо было выбирать Обаму. А, с Обамой проблемы. Если, кстати, взглянуть на Обаму, мне его немного жалко. Он немерено. Если посмотреть на его последнее выступление, да. Он посидел немерено. Ну, правильно. Тебя бы так пинали со всех сторон. Чувак. Come on. Когда его выбирали... Так. Чуваки, нам нужен козел отпущения. Кто у нас тут? Смотрите. Черный. Черный. Шоколадный человечек. Да. Сейчас мы его выберем. И потом будем пинать. Это теория. Ладно. Заворачиваем. Давай. Заднее слово. А у нас буквально там несколько минут. Так что... Заднее слово. Пердодрайв. Порносоюз. Ладно. Мы вас очень любим. Желаем вам счастья, здоровья, любви. Услышим ее с вами на следующей неделе. Теперь не забывайте заходить в комментарии, комментировать. Я вам задавал по мере подкаста вопросы. Было замечательно, если бы вы высказали. Кстати, снайпер ответил. В комментариях по поводу моего вопроса, о чем я очень-очень-очень рад. Спасибо. Вот. Ну, также заходите. Инвестируйте в нас. Приходите в чат. Слушайте в прямом эфире. Всегда можете позвонить, написать и так далее. Присоединяйтесь к нашему твиттеру. Ну, и на этом все. Та-та-ра. Всем пока. Любви вам и счастья. Так. inhoe. И мне понравилось. Окей.